Безопасность маленьких пешеходов начинается с примера взрослых. 21 лицей на улице Поэта Ноздрина. Родители паркуются напротив, перебегают дорогу в неположенном месте и, забирая детей из школы, возвращаются в автомобили той же дорогой. Все повторяется изо дня в день. Но на этот раз на пути нарушителей инспекторы ДПС. Сегодня проходит специализированный рейд по выявлению со стороны водителей и со стороны несовершеннолетних пешеходов нарушение правил дорожного движения. Здравствуйте! Старший лейтенант Медведев. А зачем вы нарушаете правила дорожного движения? А что вы нарушаете? Переходите дорогу в неположенном месте. У вас пешеходный переход в зоне видимости находится. Вам дойти до него буквально в 100 метров. Неужели нужно рисковать своей жизнью, тем более с ребенком, чтобы переходить дорогу здесь? Здесь у нас такой плотный поток, здесь машины ездят. Как вас зовут? Елена. Елена. Будьте, пожалуйста, повнимательнее, особенно с ребенком. Урок усвоен. Выходя из школы со старшим ребенком, мамочка идет на пешеходный переход. Но есть и другие родители-двоечники. Этот отец отправил сына через дорогу и попытался уехать. Не так быстро. Сначала профилактическая беседа с инспектором. Что вы, видимо, своего ребенка высаживаете там, где вам удобно, а не там, где безопасно. А как здесь еще по-другому? Ну как, поставить машину здесь и пройти с ним по пешеходному переходу. Пешеходный переход же у нас в зоне видимости, правильно? Согласен. А там есть ли поставить? Там уж там места нет никогда. Вы даже не посмотрели. Да я знаю, я каждый день стою. Ну как же. Представляете, у меня двое детей есть, а каждый день есть. Я рад за вас, что у вас двое детей. Пожалуйста, Михаил Андреевич, напоминайте своим детям правила дорожного движения и сами не нарушайте его. В январе 2019 произошло 7 ДТП с участием несовершеннолетних. Шестеро детей пострадали. Цель инспекторов сегодня не оштрафовать, а научить. Объяснить родителям, что дети впитывают информацию как губка. Можно рассказывать им о правилах дорожного движения хоть каждый день, но разрушить всю профилактику, единожды показав негативный пример. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.